Александр Григорьевич, вы накануне поездки в Москву говорили о том, что есть проблемы в отношениях между Россией и Белоруссией, которых просто не должно быть, и вы собирались их в Москву извести и решить. Что это за проблемы? Вы знаете, у нас не проблема, а вопрос о массах, которые мы еще должны урегулировать. Самый крупный вопрос, вот я о нем говорил, это единые рынки, энергетические наши, газа, нефти и так далее. Самый крупный вопрос, который надо урегулировать. Есть транспортные, логистические, второстепенные вопросы. Ну и если ниже опускаться, мелкий вопрос, казалось бы, это некоторые недоразумения в плане поставок наших товаров, особенно сельхозназначения, продуктов питания в Российскую Федерацию. Вот этот вот комплекс вопросов. Не пускают? Да, есть у нас проблемы по некоторым товарам. Мы понимаем это, что, допустим, молочные продукты, что период большого молока, когда в России молока больше, тогда начинается какое-то торможение. Это неправильно, но я думаю, что на уровне правительства мы решим этот вопрос. Я даже с президентом России не обсуждаю его. Потому что, ну, это странно, я даже по вашему выражению лица заметил. Но это странно. Сегодня молочных продуктов, как я говорил, на закрытом заседании не хватает в России. 15 где-то процентов. Но мы не всю даже закрываем дыру. Но тем не менее, кому-то это не нравится. А вот о чем-то конкретно по проблемным вопросам в отношении братских стран ты говоришь? Вы знаете, я ведь говорю в комплексе для Евразес. А с Российской Федерацией любой вопрос, который мы сегодня поднимаем, он решается в течение нескольких дней. Вы вчера все обратили внимание на то, как вы и Владимир Путин пожали руки после слов о совместном ядерном оружии. Ну, я уже говорил, речь шла о том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть, речь шла о документе конкретном. То есть, принято решение уже? Тому, что сказано было устно. Ну, нам надо было подготовить там и места, хранение и прочее, прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боепропасов. Уже началось? Уже началось. Оно уже в Беларуси? Возможно, я приеду, посмотрим. Александр Ильич, а можете еще вопросы? Провокации некоторые Польши могут устраивать. Если что, граница наша на замке, ваша граница с Польшей? Ну, это вы можете даже не переживать. Это диверсантам придя будет? Ну, слушайте, если диверсантам надо проникнуть на вашу, на нашу территорию, сегодня много возможностей сделать это незаметно. Я имею в виду, ну, как профессионал вам скажу, не используя зеленую границу. Поэтому с диверсантами это чисто бытовые рассуждения в данном случае, что они вот проникнут, если не на замке границы. Диверсанты проникают по другим тропам. Вот через Беларусь, диверсантов, которых мы задержали в Беларуси, ни один через нашу границу не проник. Поэтому нашел замка, не беспокойтесь. Не оружие ядерное будет в безопасности, а то мало ли там. Ну, что вы, это не обсуждается даже. Вы знаете, что мы люди пунктуальные, аккуратные, хозяйские, как вы говорите, я цитирую просто вас. Поэтому вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность. Это серьезные вопросы. Поэтому здесь тоже будет все в порядке. Спасибо вам большое.